Единый государственный экзамен в регионе прошел в штатном режиме. О первых результатах ЕГЭ журналистам рассказали на пресс-конференции. Экзамен в этом году сдавали около 4,5 тысяч выпускников. С обязательными предметами, русским языком и математикой справились 99,9% и 99,4% участников соответственно. 17 выпускников получили 100 баллов. На эту отметку ребята сдали русский язык, физику, историю и химию. В прошлом году высший балл получил 41 человек. Возможно, некоторые из них не совсем честным путем. Списать в этом году было куда сложнее. Шпаргалки и телефоны пронести было практически невозможно. В этом году, как вы все уже знаете, были приняты беспрецедентные меры по обеспечению безопасности и контроля за ходом проведения единого государственного экзамена. В каждой аудитории было организовано видеонаблюдение, транслировалась запись экзамена в онлайн-режиме. И велась видеозапись. Кроме этого, во всех пунктах проведения экзамена действовали металлоискатели, которые исключали возможность пронесения в аудитории средств мобильной связи. В следующем году в ЕГЭ может войти сочинение и устная часть для сдающих иностранные языки. Информация эта пока не подтверждена, но нынешним школьникам рекомендуют к этому быть готовыми. Продолжение следует...